В Самарской психиатрической больнице настоящий ажиотаж через Дня психического здоровья, изолированное для чужих глаз учреждение, открыло двери для всех желающих. Наибольший интерес проявили студенты вузов. Я увидела жизнь душевно больных людей. На самом деле в этом нет ничего такого страшного или удивительного, потому что это те же люди. Они большие молодцы. Они показали нам, как они могут жить в условиях таких. То есть они также готовят, они танцуют. Посетителям психбольницы показали работу медико-реабилитационного отделения. Здесь после медикаментозного лечения пациенты возвращаются к привычной жизни. Шьют, готовят, рисуют, занимаются танцевальной двигательной терапией. Ольга Чернецких оказалась в клинике после инсульта, который перенесла в 25 лет. Курс реабилитации проходила два года. Теперь помогают другим пациентам. Настрой изменить хочется. У них больше уныния, кончайния. А хочется как-то их помочь им немножко. У меня не было ни речи. Правая сторона вообще не работала. У меня учили говорить, ходить. Все заново училось. В мире, по данным ВОЗ, больше 450 миллионов человек страдают психическими заболеваниями. В Самарской области на учете специализированной клиники стоят более 60 тысяч жителей. Но на практике таких больных в разы больше, говорят психиатры. К врачу обращается далеко не каждый. В ситуации экономического кризиса, ситуации неопределенности, ситуации напряженности и стихийных бедствий, количество психических расстройств может увеличиваться. Мы так или иначе зависим от социальной ситуации. Если у человека нет работы, нет средств существования, если у него дома не все в порядке. То есть риск возникновения невротических или психических расстройств достаточно велик. Самым распространенным заболеванием считается депрессия, самым тяжелым – шизофрения. Причем любая из психических патологий может привести к необратимым последствиям. К примеру, больной может покончить жизнь самоубийством. Мы должны понимать, что это патология от легкой до тяжелой. И действительно не застрахован никто от заболеть данной патологией. В заключении дня открытых дверей посетителям больницы ее пациенты показали спектакль «Необычное приключение солдата Ивана Чонкина». Жаль, 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 ко мне кучки уйдеть.